В начале улицы Вилоновской активно работает строительная техника. Пять самосвалов, экскаватор-погрузчик и комбинированная дорожная машина. В помощь технике пять рабочих. Идет первый этап ремонта большими картами улицы Вилоновской. В ночь на понедельник бригада отфрезеровала порядка 4000 квадратных метров асфальта. Отрезок дороги от Волжского проспекта до улицы Чапаевская. Задача убрать все дефекты дорожного полотна, тем самым подготовить участок к укладке смеси. Мы готовились как бы уже давно, уже геодетические изыскания какие-то делали. И соответственно, да, там у нас отсняты практически все кварталы уже. Есть продольные профили. Все вот это вот как бы наблюдаем за этим. То есть изучена колейность, где какая, где-то места меня достигает 7-8 сантиметров. От улицы Самарской и вот примерно, ну, до Ленинской. Еще там где-то в районе Братьев-Корстылевых тоже есть проблемные участки. Все технологии должны быть соблюдены, при том, что сейчас ввели новые поправки, ну, то есть новые асфальты, точнее, новые ГОСТы. И там к ним гораздо больше как бы требований, больше показателей, которые мы должны выдержать для того, чтобы полотно было долговечным и как бы отслужило свою гарантию. Улицу Вилоновскую от Волжского проспекта до Цумы Самара ремонтируют по нацпроекту безопасные качественные дороги. Горячим, щебеночно-мастичным асфальтобетоном на полимерно-битумно-вяжущем. Применение новейших технологий и современных материалов стандарт при реализации дорожного нацпроекта. Владельцев автомобилей и дорожной службы просят быть внимательными и не оставлять машины в местах производства работ. Объекты, которые в этом году запланировали проведение ремонтных работ, установили информационные щиты, на которых отражена информация о ходе выполнения работы, о подрядной организации и так далее. Хотелось бы попросить жителей, да, не оставлять автомобили свои на проезжей части в момент проведения работ. Так же, усложнять работы по уплату, увеличивать сроки на ремонтные работы. Ремонт дороги по Вилоновской планируют завершить в мае. Остальные улицы, их более 30 по всей Самаре, приведут в порядок до конца октября. График работ уже составлен, хотя по опыту прошлого года ремонт дорог может завершиться и раньше срока, если позволит погода. Закуплены все стройматериалы. Контроль за качеством работ ведется круглосуточно на всех этапах ремонта муниципальным бюджетным учреждениям дорожное хозяйство. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.